Два раза в неделю группа нефтекамских женщин откладывает на пару часов свои личные домашние дела и отправляется на встречу здоровому образу жизни. Фитнес-тренера спортивного центра «Сафари» потянули не одну сотню горожанок разных возрастов. Среди нынешних новобранцев и мамы, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью. Недавно они объединились, чтобы не только сообщать и решать проблемы, но и проводить досуг. Тренер очень замечательный. Нам нравится наш дружный коллектив и как мы совместно выполняем все задания. Какая цель прихода на это мероприятие – поддержать свое тело в тонусе, отвлечься от обыденных дней и просто за здоровый образ жизни. Альфия Назурчукова – одна из тех, кто привык бороться с обстоятельствами. Даже в таком деле, как фитнес, она не отстает от единомышленников. Несмотря на солидный возраст, женщина старается успеть везде. И когда поступило предложение о вечерних спортивных занятиях, тут же согласилась. Я, наверное, выражу мнение всех мамочек, которым предложили здесь. Мы в такой степени благодарны, большое спасибо администрации, директору Сафари. То, что предоставили нам возможность, не подумали не только о наших детях, детях-инвалидах, а подумали о здоровье мам, которые все-таки нам воспитывают, нам тяжело. А тут нам такую возможность и пообщаться, и отдохнуть, и позаниматься, здоровье поправить. Привести свою фигуру в порядок никогда не поздно, повторяют тренеры. Одни занимаются на тренажерах различного типа, другие делают упор на фитнес. Не у всех мам с первого раза получается выполнить то или иное упражнение. Но это лишь начало, шутят женщины. Фитнесом можно заниматься абсолютно всем, даже если у людей небольшие проблемы со здоровьем. Девушки к нам пришли сегодня третий раз, на нашу программу попали. Сегодня уже более усложненная у нас была программа. Они занимаются наряду со всеми, кто ходил уже до. То есть им поблажек я никаких не делаю. Также нагружаю, как и всех других. Работаем на все абсолютно группы мышц, чтобы наше тело было всегда в тонусе. Теперь у мам появилась еще одна задача. Это не только поставить на ноги своих детей, но и подать пример целеустремленности другим родителям. Анна Сазыкина, Артур Бодридзинов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова